Добрый день, уважаемые коллеги. С вами консультант решения Верный РФ Сергей Маслёхин. Несколько интересных новостей в сфере развития индустриальной недвижимости коммерческой, промышленных и индустриальных парков, технопарков, агропарков, экотехнопарков и других структур. Общая цель которых создание условий для производства, для бизнеса, ускорение цикла размещения, снижение части рисков на строительные работы, обеспечение инфраструктуры. То есть создание условий для размещения производственного бизнеса на подготовленных территориях промышленной инфраструктуры. Так, первая новость. Конкурс ожидает в ближайшее время нас всех. Дело в чем, кто в курсе, есть такой национальный проект, поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы. И несколько регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, таких 20 у нас по решению правительства, принимали участие в конкурсе по программе обеспечения льготного доступа для субъектов МСП к зданиям, сооружениям в промышленных парках. Если по-простому в двух словах, то управляющая компания могла за 20% рыночной строительной стоимости недвижимости построить цеха коллективного пользования здания для размещения в нем субъектов МСП, ИПшников, самозанятых и других форм, которые относятся к категории микро, малый, средний бизнес, создать им таким образом условия, разместить их на льготных условиях. А бюджет государства возмещает значительную часть, до 80% стоимости создания такого объекта, объекта недвижимости, подведения к нему ко всей инженерной инфраструктуры. То есть фактически управляющая компания за 20% рыночной стоимости получала новый подготовленный объект, построенный по современным требованиям, по лекалам тех арендаторов, которые будут фактически размещаться в них. И могла таким образом не в убыток себе предоставлять в льготную аренду. Так вот, соответственно, участвовали в этом национальном проекте с 19 по 25 год, ну в последнее время с 21 года могли участвовать вот эти только 20 регионов, да, то есть промышленные парки в 20 регионах с самым низким социально-экономическим развитием. Другие регионы участвовать не могли. Соответственно, программу по национальному проекту дата завершения, год завершения 2024 и, соответственно, возникает вопрос, что будет после 2024 года. Правительство решило эту программу возобновить. Соответственно, до 7, до 4 сентября текущего 2023 года Минэкономразвития России собирает предварительные заявки с регионов. На развитие существующих объектов и на создание новых объектов формата индустриальный парк, промышленный технопарк, агропарк, агробиотехнопарк, экопарк и так далее, промышленный технопарк в сфере электроники и других производственных сфер. Соответственно, если вы, как владелец объекта недвижимости, управляющая компания, будущая или действующая девелоперская компания, владелец производственной базы, которая предполагает размещение резидентов, арендаторов или собственников из категории субъектов МСП на этой территории, планируете получать государственные средства на компенсацию части ваших затрат, фактически софинансированные, потому что речь идет об одном бюджетном годе, в чем, собственно говоря, интересная этой программа. Среди всех остальных программ, так называемого инфраструктурного рифта, это самое интересное. Соответственно, в текущем бюджетном году или в двухбюджетных годах, если проект не однолетний, а двухлетний, можно получить софинансирование своих затрат на строительство современных арендопригодных помещений, вот эта самая недвижка коммерческая. И подведение всех необходимых сетей инфраструктуры, электрика, газ, вода, дороги, все виды силовых объектов и сетей. Соответственно, конкурс этот непростой, заявка довольно сложная, требуется делать бизнес-планы, финансовые и экономические модели, мастер-планы. Наши эксперты имеют значительный опыт в этом, соответственно, вы можете обращаться к нам, мы проводим разные формы поддержки, разные формы взаимодействия с вами, с управляющими девелоперскими компаниями. То есть мы можем пригласить вас на вебинар, посвященный этой теме, где подробно разжевываются вот эти все вопросы, как подавать заявку, кто готовит, вот, например, перечень, какие ключевые показатели эффективности будут, в каких регионах, какие документы входят в заявку, то есть описание заявки, что, кто готовит, как делается мастер-план, финмодель, бизнес-план, пояснительная записка и так далее. Сколько должно быть вне бюджета, сколько государственных, кто, кто такие субъекты МСП и много возникающих других вопросов, да, там, Браунфилд, Гринфилд, продолжение, непродолжение, однолетний, двухлетний, то есть много вопросов. Соответственно, по этой теме мы будем проводить вебинары, запись на эти вебинары ведется, по заявочке можно посмотреть, да, вот, соответственно, записаться на вебинар, вот, вебинары платные, они групповые, да, соответственно, там, конечно, можно задать свои вопросы, вот, но на случай, если у вас много индивидуальных, что называется, вопросов, ну, в принципе, оно понятно, ваши уникальные ситуации, и, к тому же, вопросы юридические, индивидуальные, коммерческая тайна, юридическая, налоговая тайна. Это, естественно, уже следует не в рамках вебинара обсуждать, это следует записаться на индивидуальную консультацию, да, и проводить уже тет от тет. Естественно, мы храним, наша репутация консультантов, мы, безусловно, храним личную вашу предпринимательскую, коммерческую, налоговую, финансовую, юридическую и другую тайну, ну, вот. Вот, соответственно, также мы можем быть полезны вам в подготовке части документации, имеем довольно неплохой опыт с 2013 года, подготовке заявки, ну, практически уже на все конкурсы, касающихся управляющих девелоперских компаний и резидентов, да, то есть мы специализируемся как раз на государственной поддержке, на налоговом бюджетном эффекте, на социально-экономическом эффекте, на подготовке финансо-экономических расчетов за большим горизонтом планирования, да, умеем делать мастер-планы, умеем делать финансо-экономические расчеты, бизнес-планы, умеем доказывать эффекты для резидентов, для управляющих компаний, для муниципалитета, для владельца земельного участка, для девелопера-инвестора, да, для органов власти местного, регионального, федерального уровня, это мы проходили не раз, вот, соответственно, под этим видео будут ссылочки, с которыми можно ознакомиться, как мы не делаем секреты из условий программ, да, пожалуйста, читайте, они открыты, самое главное, что не у всех всегда есть квалификация и время, и возможности заниматься прочтением палмудов этой документации, да, соответственно, здесь на помощь приходим мы. Вот, соответственно, будут ссылочки, в которых вы можете как самостоятельно почитать эту информацию для самостоятельного чтения, так и узнать о нашем проектном опыте, записаться на консультации, задать вопросы, заказать какие-то услуги, которые интересны, или же можно заказать сопровождение вашего проекта, да, допустим, ваш штат, ваши личные проектировщики, да, имеющиеся, да, которые у вас в команде будут делать работу, а мы будем сопровождать этот процесс, мы будем подсказывать, соответственно, наша задача в этом случае будет снижение рисков неправильности и потерь времени, да, то есть мы страхуем от ненужной, от двойной работы и так далее, и так далее, то обычно, ну, сопутствует работу, которая делается впервые, потому что мы, в принципе, знаем, на что обратить внимание, знаем полноту документации, знаем, какие задают вопросы эксперты, сами не раз защищали заявки в органах власти, да, и в федеральном, региональном уровне, в Минэкономразвитии, в Минпромторге, да, и в фондах, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, можем оказать услугу сопровождения, можем оказать услугу защиты, да, то есть помощи в защите вашего проекта. Вот, соответственно, есть разные формы сотрудничества, пожалуйста, по ссылочке под видео переходите, записывайтесь, обсуждайте, консультанты наши вам помогут, я в том числе, да. Соответственно, это первая новость, да, о том, что надо торопиться, цикл подготовки заявки, как правило, длительный, это несколько месяцев, редко у кого занимает это один месяц, да, поэтому остался июль и август, всего, да, всего два месяца, обязательно торопитесь, подавайте заявки. Это была первая новость. Вторая новость. Правительство теперь поддерживает такую форму, как агробиотехнопарки, да, и готово финансировать значительной степени от проектирования, то есть она будет давать деньги на ПСД, будет деньги давать на проектно-сметную документацию, ее экспертизу, и, собственно говоря, на сами инвестиционные затраты, строительно-монтажные работы по подведению, по прокладке трасс, по подведению коммуникаций, а также строительство и модернизация объектов инфраструктуры, как промышленные, инженерные, да, я сейчас говорю про сети коммуникаций, а также технологические, технологическая инфраструктура, под этим понимается специальное технологическое оборудование, и лаборатории, и разные там био и прочие реакторы, то есть все, что в сфере промышленных биотехнологий, пищевого производства, там, я не знаю, генной инженерии, все такое прочее, селекции, выращивания, да, то есть это здесь и семена, здесь и племенное, здесь и генетика, здесь и селекция, здесь и пищевые биотехнологии, здесь и косметические, да, и здесь в какой-то степени и фарма тоже рядышком здесь находится, ну, в общем, вся биоинженерия, все для пищевых, косметических, непищевых целей, для продовольственных и продовольственных товаров и так далее. Государство также обещает финансировать и научно-исследовательские работы, экспериментальные разработки, то есть вот раз у нас, скажем, там, в сфере био, да, требуется существенный рывок догнать уровень развития промышленных биотехнологий за рубежом, соответственно, государство поливает там, где само растет медленно или не растет совсем, да, вот, соответственно, правительство обратило внимание на развитие агробиотехнологий и готово финансировать создание объектов агробиотехнопарков, то есть, которые управляющая компания будет иметь в наличии, она купит это за бюджетные средства в значительной степени, да, ну, не знаю, там, в соотношении, там, 20 на 80, 10 на 95, на 95, соответственно, параметры программы будут ясны, да, купит оборудование специализированное, то, которое себе, например, резидент, сама компания агробиотехнологий, например, в силу уровня и стадии своего развития на данный момент себе позволить не может, да, и, соответственно, там будут лабораторные, там будут экспериментальные, прототипирование промышленные, реакторы и так далее, и так далее, то есть, довольно дорогие и серьезные вещи, и управляющая компания благодаря этой программе закупит это и будет своим резидентом, арендатором, который размещается на территории агробиотехнопарка, предоставлять это как услугу, то есть, будет предоставлять оборудование в коллективное пользование, ну, скорее всего, наймет какого-то профессионального оператора, который точно знает режимы этого оборудования. Вот, соответственно, это вторая новость, и довольно серьезные деньги для первого даже бюджетного года, полтора миллиарда на первый бюджетный год, в то время как осталось-то полгода всего, да, государство выделяет. Соответственно, также обращайтесь к нам, записывайтесь на вебинары, записывайтесь на индивидуальные консультации, давайте будем обсуждать. Если вы группа резидентов, или вы собираетесь создать такой агробиотехнопарк и заниматься биотехнологиями, селекцией животных и сельхозкультур, там, кормовые пищевые добавки, средства защиты растений, ну, вот в биосфере, да, соответственно, вот в государство будет поддерживать еще и такие проекты, да. Соответственно, естественно, мастер-план, экспертиза, коммерческие предложения на строительство государства просто так, деньги без конкурсной основы и без основания наилучшего выбора технического решения, наилучшего выбора по стоимости, естественно, давать не будет, да. Для того, чтобы доказать, что ваше техническое решение и ваша смета является оптимальной, ну, как бы надо попотеть. Более того, придется выдержать конкурс, доказать, почему именно ваш агробиотехнопарк наиболее интересен, то есть там все эти заявки будут проранжированы по довольно сложной бальной системе, будет считаться интегральный показатель, будут задействованы показатели опыта, команды, потенциала развития резидентов, отдача на вложенный капитал, бюджетный эффективность, социально-экономический эффект, отраслевой эффект в сфере биотехнологий, селекции и так далее, и так далее, пищевки. Вот, соответственно, обращайтесь за консультациями, записывайтесь на вебинары, заказывайте разработку документации. Коллеги, консультанты имеют значительный опыт в этом. Под видео будет ссылочка, можно будет ознакомиться с информацией для самостоятельного чтения, а также можно будет заказать, соответственно, требуемые вами услуги сопровождения, примерно по такой же логике. От разовых консультаций до сопровождения, помощь в защите или разработка отдельных разделов, отдельных документов. В зависимости от распределения между нашими и вашими экспертами-специалистами, зон ответственности за разделы того же самого бизнес-плана, разделы мастер-плана и так далее. Это вторая новость про агробиотехнопарки. Следующая новость. Поскольку, как обычно, в условиях нехватки денег отбор объектов инфраструктуры промышленных, индустриальных парков, технопарков, агробиоэко и так далее будет довольно строгим, соответственно, правительство планирует ввести дополнительные критерии, дополнительные правила субсидирования. То есть оно будет субсидировать только те индустриальные парки, промышленные технопарки, агробиоэлектронику, которые докажут, что они, например, соответствуют вот этим самым новым правилам. И по бальной системе, и по прохождению формальных критериев они все соответствуют. В частности, что хочет донастроить правительство? Какие дополнительные критерии оно хочет ввести? Во-первых, оно хочет дать явный приоритет тем, кто работает в обрабатывающей сфере. Приоритет переработчикам, кто занимается реальной переработкой, а не только, например, логистикой, складским хранением, транспортной логистикой, выращиванием. То есть вот как раз сфера переработки сырья в готовый продукт на разных стадиях передела. То есть первичный, вторичный, глубокий и так далее. Вот им приоритет. Приоритет тем, кто занимается реальным импортозамещением. Приоритет тем, кто состоит в кооперационных серьезных связях других, потому что силы на самом деле в кооперации. Один в поле редко, когда, что называется, воин. Эффект всегда в объединении. Второе. Поскольку было много прецедентов, не хороших, не красивых, о том, что команда на самом деле была не готова взять бюджетные деньги и четко, как машина, как механизм, отработать все и выйти на требуемые ключевые показатели, точно выдержать сроки стройки, может быть, не продумали какие-то все моменты по партнеру, может быть, кто-то подвел, может быть, не оказалось каких-то там сотрудников в команде и так далее. Соответственно, правительство будет выделять субсидии тем управляющим компаниям девелоперским, которые прошли и подтвердили оценку квалификации. То есть сотрудники управляющей компании должны иметь опыт и компетенции квалификации в управлении недвижимостью, в решении хозяйственных, инженерных, деловых вопросов, в вопросах развития своих резидентов, в вопросах создания условий, клиентаориентированность и многие другие критерии. Следующий критерий, который хочет правительство зашить в качестве приоритетов программ господдержки, это то, чтобы на региональном уровне оказывалась необходимая поддержка в виде льгот налоговых и преференций. Потому что часто так бывает, что промышленный парк получил федеральные субсидии, может, там региональные субсидии, как бы, да, нашлись какие-то деньги в софинансировании, да, в регионе. Федерация дала денег, но, по факту, в эксплуатационной стадии, да, налоговые льготы, например, резидентам у управляющих компаний не предоставляются. И УК и резидент несет дополнительную нагрузку, которую, в принципе, мог бы регион с них снять, как проект развития, раз это все-таки приоритетный проект развития, да. Но бывает так, что регионы не хотят терять налоговые поступления в региональный бюджет и налоговые льготы по тому же самому пресловытому налогу на недвижимое имущество, по налогу на землю, по арендной плате за землю, да, по региональной части ставки налога на прибыль. Год предоставлять не хотят. Ну, вот. И, соответственно, но компании очень много теряют. Фактически, что такое налог на недвижимое имущество, да, для управляющей компании? Этот налог перекладывается в арендную ставку и в эксплуатационные договора с резидентами. То есть все равно этот налог перевыставляется и резидент тесет дополнительную нагрузку, да. Вот. А нашими экспертами и многими другими специалистами, отраслевыми экспертами, экономистами, финансистами давно уже доказано, что любая льгота по региональному налогу, такому как налог на недвижимое имущество, и по местному налогу, такому как арендная плата за землю или налог на землю, многократно перекрывается эта льгота, эти самые, вот, так называемые, выпадающие доходы, да, вот, многократно перекрываются налогом на доходы физических лиц, которые платят сотрудники управляющей компании и, самое главное, резидентов, да, с большого штата. То есть предоставлять льготы для регионального и местного бюджета ничуть не убыточно, наоборот, НДФЛ все перекрывает. Поэтому многие регионы, которые не ввели такие региональные льготы, теряют на инвесторах, потому что инвестор, например, к ним не приходит, а идет за региональными льготами и, допустим, не в какой-нибудь районный промышленный парк, в котором нет льгот по налогу на землю или арендной платы, не идет в регион, в котором, допустим, ну, не идет на какую-то площадку в регионе, потому что там нет льгот для резидентов и УК промышленных парков, да, Мы проводили такой обзор. Не во всех они есть, далеко не во всех. А идет, например, в территорию опережающего развития в муниципальном образовании и выигрывает только конкретно вот это самое муниципальное образование. А промышленные объекты, земли, недвижка, браунфилд-объекты, которые нуждаются в реконструкции, их, в принципе, готовы были взять из-за непредоставления льгот, вот таких вот, налог на землю, налог на недвижимое имущество, остаются беспознанными, невостребованные по-прежнему, это называется, простаивают и ухудшают год от года свое эксплуатационное и строительное состояние. Вот. А развитие идет, например, только в ТАСЭРах. Вот такие вот диспропорции, они тоже важны и, соответственно, правительство совершенно четко отмечает необходимость комплексной поддержки. Если уж даются федеральные субсидии, ребята, не надо жмотиться на налоговых льготах в регионе. Вот. Вот такая вот еще новость, соответственно, тоже под видео будет прямая ссылочка, где можно будет ознакомиться с материалами, задать вопросы, записаться на вебинары групповые, коллективные, или же на индивидуальные консультации по разбору вашей конкретной ситуации. С вами был консультант решения верный РФ Сергей Маслёхин. Удачи вам в реализации ваших проектов. Обращайтесь к профессионалам. Используйте инструменты господдержки. Они позволяют очень существенно оптимизировать ваш кэшфлоу, ваши источники финансирования. Потому что, ну, не откроя, что называется, Америке, собственные средства всегда можно весело потратить. Но если вот этот самый пирог источников финансирования разбавить насколько возможно, законным, естественно, способом государство дает, государственной поддержкой в виде прямых субсидий, целевого бюджетного финансирования, грантов, налоговых льгот, преференций каких-то, да, сниженных процентных ставок, сниженные ставки по аренде и так далее, и так далее. Соответственно, это прямая экономия ваших собственных инвесторских денег и экономия заемных банковских или фондовых средств, которые надо возвращать, да еще и под процент. Вот, соответственно, господдержка при умелом его использовании очень хороший инструмент, к чему я вам и призываю. А чтобы подсказать, как можно эффективно, без риска для себя использовать этот инструмент, какие правила игры и все досконально разобрать, да, как что происходит, какие обязательства, кто кому чего будет должен, в этом сильны наши эксперты. Обращайтесь к нам, удачи вам в бизнесе, в реализации ваших проектов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!